На улице Краснознаменской продолжается строительство диализного центра, учреждения здравоохранения по оказанию людям с почечной недостаточностью высокотехнологичной медицинской помощи методом гемодиализа. Глава района Алексей Валов держит на личном контроле работы, которые по независимым от муниципалитета причинам отстают от графика на несколько месяцев. Ранее мы выполняли работы подрядной организации, силами подрядной организации, и не совсем мы с ними хорошо взаимодействовали. На фоне всего этого пришлось поменять подрядчика по выполнению работы и все эти обязательства взяли напрямую на себя мы. Сейчас строительство вошло в нормальный режим. Подрядчик приступает к монтажу внутренних инженерных систем. На данный момент по строительству диализного центра выполнены работы по устройству гидроизоляции кровли, думаю, что сегодня-завтра, то есть в течение этих выходных, завершатся работы по кровли. И будем продолжать прокладку систем К1В1. Это водопровод-канализация внутренняя. В конце июня начнутся работы по благоустройству территории диализного центра. Напомним, что по договоренности между Минздравом, администрацией района и инвестором на первом этаже здания разместится наркологический диспансер. По словам Максима Андреева, до конца года объект будет введен в эксплуатацию. Алексей Валов визитом на стройплощадку остался удовлетворен. На выходные дни определенное количество строителей есть, но обещают, что рабочие дни обязательно проверим, что будет до 20 человек специалистов. Это вполне достаточно, чтобы дальше без срыва дальнейшего и отставания по срокам закончить объект. Четвертый год в Щелкове продолжается масштабное благоустройство центра города. К дню района будет завершено обустройство участка набережной на правом берегу Клязьмы между Старым и Новым мостами. Там завершается мощение клинкерной плиткой и облицовочной работы. Начинаются работы по реконструкции набережной вдоль улицы Шмидта. Она протянется отсюда от Старого моста и на расстоянии примерно километр по правому берегу Клязьмы до кафе «Отдых». Сейчас на территории будущей набережной рабочие убирают больные и сухие деревья, а также те, которые не вписываются в архитектурно-планировочную концепцию. Эти мероприятия проводятся под контролем экологов, порубочные билеты получены. В связи с большим объемом работ строительство набережной планируется завершить осенью. Немножко задержим, задержим. Скорее всего, до конца октября, до середины ноября. Потому что там достаточно большой объем. Работ бетонных работ очень много, береговыгляющих работ очень много. Набережная вдоль Шмидта соединится с улицей Пушкина. Здесь вовсю идут работы по благоустройству сквера, носящего имя великого русского поэта. Теперь только на архивных фото и видео остался первый щелковский фонтан. Откровенно говоря, город он давно уже не украшал. На его месте появится современный плоскостной фонтан с подсветкой. Сквер должен стать подарком горожанам к дню района. А также этим летом запланировано благоустроить территорию перед Троицким собором на Пролетарском проспекте. Глядя на то, в каком виде она пребывает сегодня, трудно говорить об уважении чувств верующих, подчеркнул Алексей Валов. Она должна быть достаточно высокого уровня, а не то, что сейчас в данный момент там есть. В мусоре, в киосках, киоски потихонечку убираем. Это очень непросто, через суды все делается. Но решение принято, они не будут там стоять, там будет площадь, остановочный павильон. И люди верующие, православные будут ходить в храм уже в более комфортных условиях. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.